Так как я связался с бешеной сушкой и работаю в здании, есть, конечно же, внутреннее противоречие. С кем работать и где эффективнее. Не-не, что ты делаешь? Господи, родной, давай, на сольские стороны. Запомните меня таким, какой я есть. Наше первое знакомство было в зале. Мы с ним договорились увидеться. И первое, что я попросил сделать Мишу, это показать свой внешний вид. Я думаю, что он будет в более хорошей форме. Но когда он снял майку, я увидел огромные бока, я увидел большой живот. Я сказал, да, ты мой пациент, да, мы с тобой сейчас сделаем все возможное, чтобы ты стал у нас атлетичным парнем за максимально короткое время. Меня зовут Данил. Я чемпион России по атлетическому бодибилдингу. А также тренера Михаила Кукоты. Первый наш этап работы, он был направлен больше на турговые тренировки, больше на аэробную нагрузку. Опять же, это было ввиду того, что основная задача была именно в похудении. Ни для кого не секрет, что самое тяжелое у нас силовых – это ноги. Поэтому сегодня у меня для Михаила есть сюрприз. Сегодня мы будем делать очень тяжелые ноги. И я думаю, будет весело. Давайте посмотрим на это. Подготовим суставы, связки, потом пойдем на разгибание. Ну, а потом увидишь. Самая обыкновенная многоуставная разминка. Ну, это пока легко. Идем на разгибание. Во время подъема, во время разгибания делаешь выдох. Вверху небольшая пауза. Плавно опускаешься вниз. И темп чуть добавляй. Давай, поехали. До конца не опускаешь, да? То есть у тебя постоянно на весу ноги находятся. Давай. Помню, это первое движение. Мы подготавливаемся для последующих более базовых, более тяжелых движений. Так, это мы размялись. А теперь, да, размялись. Теперь пойдем выполнять основные упражнения. Перед тяжелой тренировкой ног необходимо поесть. Поесть нужно пищу, богатую углеводами. Каша какая-нибудь, различные злаковые. Если вы совсем уж не успеваете, ну, хотя бы за час скушайте пару бананов. У нас очень часто в зале случаются такие моменты, когда человек, не поевший, особенно с утра, начинает заниматься даже самая легкая нагрузка. Происходит что? Падает уровень глюкозы, и человеку просто становится плохо. Первые какие признаки? Головокружение, теснота. Возьмите стаканчик воды. Туда положите пару ложек сахара, размешайте и дайте выпить. Буквально через минуты-две человек оживает. Ему уже становится хорошо, его не тошнит, голова не кружится, и можно, скажем так, его в дальнейшем там где-нибудь погонять. Следующее движение у нас приседания. Одно из основных движений в бодибилдинге. Хват максимально узкий, чтобы вы могли залезть. То есть мы не залезаем под штангу, а потом уже отмеряем. Теперь подлезай под нее. Ноги чуть согнуты. Сейчас просто колени разгибай и поднимай штангу. Делай два шага назад, и носочки тоже в сторону чуть-чуть отводи. Колени выпрямляй, выпрямляй колени. Фиксация позиции со штангой. И начинай делать движения приседания. Для девчонок максимально глубокий присед, когда колено у вас находится чуть выше стажевого сгиба. Это максимально включает ягодичную высоту. Поэтому если вы не заседаете, вы работаете в основном на переднюю часть бедра. Очень часто ко мне приходят клиентки, которые жалуются. Я не хочу себе большие, вот такие ляжки, я хочу себе задницу хорошую. И когда мы идем с ними на передание... Когда вам хирург? Здесь у нас работает помимо коленного сустава, все-таки главное, это тазобедренный. Поэтому не пытайся делать в коленях движения. Отводи таз назад, отводи. Казалось бы, упражнение простое, легкое, но после того, как мы сделали как-то с ногами, это уже практически стало невозможно. Гриф... А сколько весит этот гриф? Гриф весит 20 килограмм. Да, я думаю, на этом мы сегодня и закончим. Не подходы, а вес, да, вес мы оставим. Сейчас мы будем делать выпады. Нашел вес, который подойдет именно тебе. Это твой вес, да. А пока ты на этом уровне. Так, мы сейчас будем делать выпады в движении вокруг зала. Пойдем. Три круга. Каждый круг где-то будет по 40-50 шагов. Тут зависит от того, как ты будешь делать их широко. Угу. 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 Сил много. Ноги не можем никак нагрузить. Он еще на велик залез. Основные особенности. Выполняем так, чтобы колено у нас не уходило за уровень носка. Подъем делаем со всей стопы, не с носочка. Если мы будем делаем, будем с носочка, у нас будет нагрузка на колено, сустав очень большая. Положение корпуса у нас прямое. Можно чуть-чуть наклонить вперед. Делаем максимально широкий и глубокий выпад. Так мы задействуем опять же ягодичную. Ты же хочешь ягодичную мышцу? Можешь оси хочу. Она мне понадобится в шоу-бизнесе. Вот и все. Я тебя нахваливаю, тут всем хожу. Потому что у тебя ноги сильные, а уровень подготовки ног и то, как ты переносишь нагрузки именно с ногами, они показывают вообще развитие твоего организма в общем. А, да? Да. И выходит, ты у нас достаточно выносливый парень. О, thank you. Да, тем более, как ты мне рассказываешь, ты отходишь от ног достаточно быстро, и они у тебя останавливаются тоже быстро. Это тоже своего рода показатель. А знаешь почему? Потому что ноги это у нас самые большие мышечные группы. Здесь у нас больше всего мышц. Просто пойми, это половина нашего тела. Максимальные усилия вообще силовые мы можем сделать только ногами. То есть мы не сможем столько пожать от груди, сколько мы можем пожать ногами. Ну, ну так, пацаны, где можно у вас поспать? Я вроде бы норм, но ноги уже нет. Но он контролирован. И я думаю, жим ногами сегодня будет лишнее. Мы сейчас делаем нагрузку немного схожую. Мы с тобой поделаем выпрыгивание. Это такие будут взрывные выпрыгивания с мячиком. Знаешь, мне этот мячик очень себя напоминает. Он такой же мягкий, он такой же шарообразный. А почему он такой тяжелый? Я легче вешу. Нет, я с тобой не согласен. Что на сегодня? Я думал, что это необходимо. Это действительно нужно было так делать. Пожалуйста. А я сейчас перейду на мольбы. Нагрузка должна быть дозирована. И сегодня ты получил свою дозу наслаждения и кайфа. Поэтому хорошего помаленьку. В общем, мы сейчас, Даня, сделали комплексную тренировку на ноги. Это невероятно круто. Невероятно сложно. Невероятно больно. Вот это будущий пресс. Мы за два месяца делали кардио. Даня об этом говорил. Мы сбросили 5 килограммов. Сейчас мы начали заниматься усиленно силовыми. Он мне порекомендовал следить за калориями, не превышая 1800-1900, по-моему, в день. Я за этим слежу. Очень тщательно слежу. Пока получается. Но, сами понимаете, праздники, праздники, сударыня калорий. Но я не пью. Несмотря на то, что я... Показал, я не пью. Но я стараюсь. Я очень сильно стараюсь ходить в спортзал. Самое главное, что мне это нравится. Ё-моё, я полюбил это дело. Это очень круто. Так как я связался с бешеной сушкой и работаю с Даней, есть, конечно же, внутреннее противоречие. С кем работать и где эффективнее. Напишите в комментариях, если вы знакомы с бешеной сушкой, если вы знакомы со спортзалом, обычным спортзалом, где больше достигается эффекта, максимального результата. Реально, из статистики можно понять, что лучше. Но помните, берегите свое здоровье без фанатизма. Спорт – это, конечно, такое дело. Личное и каждого. Рекомендую именно с этим здоровьиком, потому что я же его выбирал по такому принципу. Когда заходишь в спортзал и видишь с самого перекачанного. И думаешь, вот оно, доказательство того, что он не халтурит. Запомните меня таким, какой я есть. Боже, как хорошо, что я на машине. Мы так хорошо позанимались, что я вот... А как дальше вообще весь день существовать? Вот все, ты убил себя нахрен. 12 еще нет, 11.57, а я уже в говнище. Ну, в смысле, не в... А физически в говнище. Я ходить не могу. Вот сейчас попробуй меня пригласить на танцы.